Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Если вы Джо Байден, то вам, вероятно, понадобится немало совести, чтобы хвастаться Афганистаном или даже упоминать о нем. Вы заметили, что Билл Клинтон не упоминал обычно о Монике Левинске, он старался забыть, что это вообще было. И вы подумаете, что у Джо Байдена также с Афганистаном. Его вывод войск оттуда почти год назад был самым унизительным моментом американской внешней политики со времени падения Сайгона в 75-м. Было много вариантов вывода из Афганистана. Но Байден, похоже, специально выбрал способ, нанесший максимальный ущерб интересам Соединенных Штатов. Взял и сделал. Даже без обсуждения. Но Байдену не стыдно. Не было стыдно тогда, не стыдно и сейчас. В сегодняшней речи Байден хвастался, что убил лидера Айкайды в Афганистане. Прекрасно. Чувствуете себя защищеннее? Конечно же нет. Никто не чувствует. И причина, по которой никто так себя не чувствует, это реакция Байдена на афганскую катастрофу. Вместо того, чтобы остановиться и понять, может уволить людей, ответственных за это, не только за ужасный вывод войск из Афганистана, но и за бессмысленную 20-летнюю войну. Вместо всего этого, чтобы сделал нормальный человек, Байден сразу же переключился на провокацию еще одного конфликта. В этот раз в Восточной Европе. И он его спровоцировал. Они лгут об этом, но это так. Факты налицо, и они весьма очевидны. Итак, вскоре после того, как российское правительство еще раз предупредило, что если Украина вступит в НАТО, а НАТО даже не хочет этого. Но если Украина вступит в НАТО, то российская армия вторгнется на Украину. Итак, вскоре после того, как они в 50-й раз подряд повторили это, Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию и, публично, читая с листа, призвала Украину вступить в НАТО. Она прочитала слова, написанные кем-то из Газдепа, так что они понимали, что именно они делают. Они хотели войну с Россией. И вот она происходит. И, кстати, мы не выигрываем в этой войне. Главная потеря американцев — экономика, которая гибнет. Так в чем же был смысл этого всего? Может, когда-нибудь они нам скажут. Но у нас нет времени думать об этом, так как, возможно, мы сталкиваемся с еще одной войной. И она в Азии. Прям то, что нужно. На этой неделе, с благословения администрации Байдена, Нэнси Полоси решила полететь в Тайвань. Это уже почти подтверждено. Власти в Тайпее были проинформированы, что прибытие Полоси неизбежно. Может, она уже в воздухе? Она определенно полетит, сказал источник Уолл-стрит-джорнал. Единственная неопределенность, где она проведет ночь. Итак, Нэнси Полоси летит в Тайпей. Какой же будет эффект у этого? Ну, можно догадаться. Правительство Китая неоднократно и ясно сказала, что если Нэнси Полоси приземлится в Тайване, это может начать мировую войну. Смотрите. Представитель Китая сказал, что последствия визита будут серьезными из-за проходящих военно-морских учений. Если спикер палаты Полоси будет настаивать на визите Тайваня, то Китай предпримет сильные и решительные действия для защиты суверенитета и территориальной целостности. Что это, блеф? Звучит вообще-то не как блеф. Представитель китайских государственных СМИ сказал, цитата, «Если истребители США будут сопровождать самолет Полоси в Тайвань, то это вторжение. У китайской армии есть право применить силу для изгнания борта Полоси и истребителей США, включая предупредительный огонь и прижимающие маневры. Если это не сработает, то сбить их». О, сбить их. Ладно. И, конечно же, обо всем этом спросили Белый дом. Внезапно мы на пороге еще одной мировой войны. Возможно, ядерной войны, так как Нэнси Полоси в Белом доме дали зеленый свет на полет в Тайвань. Итак, как на это смотрит Белый дом? Послушайте. Чиновник, связанный с государственными СМИ Китая, предположил, что если спикер Полоси попытается посетить Тайвань, то ее борт может быть сбит. У президента есть ответ на это? Знаете, меня спрашивали. Я знаю, что вы спрашиваете меня именно о риторике, которую мы слышим от Китая. Но поскольку это относится к путешествиям спикера, то прямо сейчас мы не будем это обсуждать. В данный момент это теоретизирование. Похоже, это не проблема назначать тупых людей на руководящие должности. О, мы так помогаем им, она разбивает барьеры. Ага, ясно. Пока что-то не идет под откос, что неизбежно происходит, когда вы управляете крупнейшей страной в мире. Это теоретизирование, сказала Карин Жан-Пьер. Хотя это отнюдь не теория, в этом нет ничего теоретического. Китай неоднократно угрожал сбить самолет с американским спикером на борту, третий после президента. И похоже, никто не думает, что это важно. Это один из самых странных моментов странного президентства за всю историю. Администрация Байдена провоцирует войну с Китаем, что само по себе заголовок на первую полосу. Но зачем? Это еще бы имело смысл, если бы Байден был жесток Китаю на протяжении своей карьеры, если бы не брал деньги от китайского правительства. Так что он точно не жесток Китаю, он присмыкается перед Китаем. Со дня своего избрания Байден помогал китайскому правительству так, как ни один американский президент даже помыслить не мог. Частичный список. Администрация помогла прикрыть происхождение ковида, даже когда стало абсолютно ясно, что эта пандемия, которая уничтожила американскую экономику, была создана китайскими военными. Затем Белый дом закрыл программу по контршпионажу, которая должна была остановить китайский шпионаж, которого с избытком в США. Потом Байден снизил тарифы на китайские товары. Затем он отказался делать что-либо для возврата важных производств обратно в США. И в то же время он продает наши стратегические запасы нефти во время нашего энергокризиса и еще отдал производство электричества правительству Китая. И потом, поверх всего этого, сегодня представитель Пентагона Джон Кирби, который внезапно почему-то действует как представитель Белого дома, сказал это, цитата, «Мы не поддерживаем независимость Тайваня». Когда Белый дом вообще так говорил? Нет, они так не говорили. Теперь говорят. Мы не думаем, что Тайвань отдельная страна. Так что на каждом уровне особенно на политическом уровне, который важен. Байден был прокитайским больше, чем любой президент. И все же он сейчас, похоже, хочет войны с Китаем. Это полнейшая бессмыслица. По сути, это только имеет смысл. Если Белый дом Байдена специально старается ослабить и уничтожить Соединенные Штаты. Нет никакого другого логического объяснения этому. И способ очень узнаваем. То, что происходит в Китае, очень похоже на то, что происходило на Украине ранее в этом году. Администрация посылает наименее компетентного эмиссара в спорное место на другом конце мира, чтобы спровоцировать эскалацию. Тогда была Камала Харис, международное посмешище, последний человек, которого вы бы отправили договариваться о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но ее все равно отправили. Она все обострила, а они получили, что хотели. Вторжение на Украину и военный конфликт с Россией. Теперь они посылают Нэнси Пелоси. И не хочу быть грубым, но как и Джо Байден, Нэнси Пелоси старая. Не верите? Возможно, вы не видели, как она говорит. И мы вам покажем. Вот объяснение Нэнси Пелоси, почему она летит в Тайвань. президент ранее на посту говорил о своем внимании к азиатскому региону. И он посещал его, как и вице-президент, министр торговли и другие. И мы хотим, чтобы Конгресс Соединенных Штатов стал частью этого начинания. Конечно, как человек западного побережья, мы видим этот регион, как, ну, знаете, как наш дом. Мы тоже часть всего этого. Это также не уменьшает важность наших трансатлантических отношений. Но это, это мы. Я очень рада. Мы должны посетить страны, которые мы, о которых вы по пути услышите. Она рада. Она собирается смонтировать слайд-шоу. Позже мы встретимся с ней в спортзале и посмотрим на ее фотки, так как оказалось, что как человеку западного побережья, и Нэнси Пелоси именно оттуда. Тайвань был ей всегда интересен, так что ночами она глядела на залив Сан-Франциско и гадала, как там в этом Тайпэе. И для Нэнси Пелоси, как она сказала, это как осуществить мечту. В следующем году она едет в Диснейленд, в этом году Тайпэй. Это безумие. Нэнси Пелоси, очевидно, вы видели запись, не имеет представления о том, что она делает и что произойдет вследствие этого. Никто не говорит об этом вслух, но правда в том, что она и не может знать. Ведь, как и Камала Харрис, она никогда не участвовала в драке в баре. Она не понимает насилия или его последствия. И последствия есть, включая возможную смерть миллионов. Именно теперь не время. Это самое безумное время, чтобы послать 82-летнего нарцисса в Тайвань. США никогда не была так не готова к войне. Особенно к войне с Китаем. Администрация Байдена сделала все, чтобы мы точно не были готовы к войне с Китаем. И даже с Талибаном. Байден с самого первого дня систематически политизировал и ослаблял войска США до уровня, где мы не сможем выиграть у Китая. Извините, но это правда. Генерал Марк Милли рассказывал там Конгрессу, что солдаты должны узнать о ярости белых, так как иначе они будут не готовы к бою. Нападать на людей на основе цвета кожи? Точно. Увольнять морских котиков из-за того, что не привились самых здоровых людей в мире? И они уволены, так как не привились. И чтобы ясно показать, в чем суть, а суть, конечно же, в полном унижении, деградации и уничтожении вековых военных традиций, устроим драг-шоу на военных базах. Что они уже делают? И никого не должно удивлять, что люди не особо хотят в такую армию. Воук-войска. Это посмешище. И цифры набора это показывают. Это кризис. Армия США уже подписала, не шучу, умственно отсталые войска. Это не преувеличение. Армия раньше выгоняла людей с проблемами психики, включая самоповреждения, так как, конечно же, вы не доверите оружие людям с нестабильной психикой. Но теперь Минобороны рассылают проспекты этим рекрутам, так как нуждаются в них так же, как и рекрутам с проблемами в навыках, другими словами, с таким низким IQ, что им будет очень тяжело разобраться в современной войне, так же тех, кто употреблял наркотики. И все это снижение стандартов до этих уровней все еще недостаточно, чтобы набор был выполнен. Армия только что сказала Конгрессу, что должна уменьшить число войск на 10 тысяч в следующем году. К 2023-му у нас будет недостача в 21 тысячу солдат. В этом фискальном году армия выполнила только половину набора, осталось всего два месяца. Почему? Ну, еще раз. Потому что армия при Джо Байдене, и никто не говорит об этом, так как это угнетает. Последняя великая меритократия на Западе. Более не меритократия. Она полностью политизирована. Уволить непривитых солдат. Более 60 тысяч нацгвардейцев и резервистов потеряли зарплаты и привилегии, так как не привились. Перед лицом горы доказательств, что прививки вообще-то не работают и могут навредить. Особенно если ты молодой мужчина, которые составляют большую часть наших войск. А потом наша армия говорит «белый человек», и что он привилегирован, и по сути своей зло. Генерал-майор Эд Томас, директор по набору ВВС, опубликовал статью под названием «И мы не придумываем». 86% пилотов ВВС белые мужчины, и вот почему это надо менять. Правда? Тысячи пилотов ВВС, которые погибли, служа своей стране, оказались белыми мужчинами, и теперь их семьям сказали, что вообще-то... они вообще не должны были летать. Из-за своей расы. Итак, чем ВВС хотят стать? Но в конце июля ВВС провели фестиваль по диверсити в Лэнгли. С драг-шоу. С участием исполнителя Харпи Дэнилса, и, конечно, детям там рады, ВВС также оплатила надувные замки и раскраски для лица для детей, чтобы им было чем заняться между драг-шоу. В то же время, в Китае, вот видео, которое Ноак выпустила на этой неделе, которое показывает несколько другую направленность, посмотрите. Субтитры подогнал «Симон» Заметили разницу? Никаких транс-адмиралов в этом видео. Кстати, все это в открытом доступе, так что в следующий раз, когда услышите членов Конгресса, особенно республиканцев, мы можем назвать некоторых из них, особенно Лиз Чейни, говорящих вам о нашей армии, мы поддерживаем нашу армию, мы подписали новый военный бюджет, они ничего с этим не сделали. Деградация армии США. Политизированный. ВОУК. Слабый. Это произошло без всякого надзора от Конгресса. Они продолжают это финансировать, они причастны к этому. Есть также кадры с китайским флотом в этом видео. Оказалось, что китайский флот сейчас больше, чем наш. И это проблема, так как только Китай станет контролировать судоходные пути, он станет контролировать мировую экономику. Согласно спектэйтеров Лондон, об этом стоит подумать. Цитата. Если морская блокада даст Пекину контроль над индустрией полупроводников Тайваня, которая огромна, то западные лидеры обнаружат себя и свои экономики зависимыми от Китая. Использование России и газа для приглушения реакции западной оппозиции на свои действия в Украине померкнет перед способностью Китая шантажировать мир через контроль тайваньских чипов. Другими словами, если мы начнем войну с Китаем, а мы туда движемся, Китай может просто отключить нам экономику, так как люди, управляющие нашей страной, не подготовились к этому. Китайское правительство может отсечь нас от, не знаю, автомобилей, холодильников, мобильников, компьютеров. Они также смогут остановить экспорт антибиотиков. Согласно Совету по внешним отношениям, китайские фармацевтические компании поставляют более 90% американских антибиотиков, также и бупрофена, возьмите адвил, витамина С, гидрокортизона, который нужен для астмы и артрита. Китай поставляет более 70% ацетаминофена, также называемого тайленол. Что еще Китай производит? Ну, Китай производит все, что нужно для перевозки товаров по стране. Китай производит 96% морских контейнеров в мире. Они производят 80% кранов, которые переносят груз с корабля на док. И так как это надвигалось на нас медленно, в течение полутора десятилетия, и никто ничего с этим не сделал, мы обнаружили себя прямо сейчас, 1 августа 2022-го, не способными выиграть войну с Китаем. Если это продолжится, то мы проиграем. И все же по какой-то причине администрация Байдена разрешила Нэнси Пелоси идти и провоцировать военный конфликт с Китаем. Есть ли этому другое объяснение, кроме того, что они ведут к уничтожению Соединенных Штатов? Если есть, напишите нам. Некоторые республиканцы, кстати, за, а не полностью за войну. Май Галагер, представитель Висконсина, сказал, цитата, «Я думаю, что это будет как соответствовать резюме, так и будет очень полезным для американской дипломатии и внешней политики, для спикера Палаты полететь в Тайвань». Стив Чаббот, республиканец из ЭГА, я согласен, цитата, «Я думаю, нам важно показать нашу солидарность с нашим союзникам Тайванем». О, понятно. А мы можем показывать солидарность с нашим союзникам Тайванем? И насколько именно мы можем показывать? У Китая много ядерного оружия. Как вам такой элемент в уравнении? Они угрожают им, и вы думаете, что у наших властей есть ответ? Карин Жан-Пьер не понимает, что происходит, из-за чего Белый дом вывел на подиум представителя Пентагона Джона Кирби. И вот что Джон Кирби сказал. Мне интересно, почему президент вообще озаботился этим? В смысле, почему вместо того, чтобы сказать, что военные не думают, что это хорошая идея лететь, почему бы не раскрыть этот китайский блеф или вообще сказать им идти к черту, когда они начинают ныть по поводу этой поездки? Учитывая, как вы сказали, что в политике не будет изменений, и это частный случай полоси Тайваня. И в чем проблема? Вы вообще здесь были в последнее время? В смысле, здесь только это и обсуждается? Да, я был здесь в последнее время, и я не видел такой проблемы. Я думаю, вы создаете ее своим вопросом. Такой прилизанной. Я думаю, вы создаете ее своим вопросом, сказал пресс-секретарь Пентагона. После того, как Китай угрожал сбить спикера палаты, убить спикера палаты. Я думаю, вы создаете ее. Нет, проблема существует. Еще раз, какого черта происходит? Это похоже на систематическую попытку покончить с Соединенными Штатами. Как Штатам вообще может быть выгодна война из-за Тайваня сейчас? Вероятно, есть хорошие причины для подготовки войны с Китаем, которая может неизбежна, но это не одна из них. Полковник МакГрегор с нами на связи. Спасибо большое, что присоединились. Я... Знаете, я могу... Только гадать, какой у них здесь мотив. Это одна из самых безумных вещей на моей памяти. Но способна ли армия США по состоянию на сейчас вести войну с Китаем? Конечно, нет. Ты на сто процентов прав в этом вопросе. Я думаю, нам нужно признать, что это, возможно, самая безрассудная и безответственная администрация за всю историю. У нас нет ни одного ответственного лидера. Лидерство предполагает соблюдение американских интересов с наименьшим ущербом для американцев. Здесь мы ничего этого не видим. Мы имеем дело с группой позеров, людей, которые позируют. Позерство — это не лидерство. И американцам нужно понять. Никто не считает нужным сказать это им. Во время Второй мировой Тайвань был непотопляемым авианосцем для вооруженных сил Японской империи. Все крупные вторжения в Китай осуществлялись через Тайвань. Пекин не позволит Тайваню стать государством-плацдармом для американских, японских или любых других иностранных вооруженных сил. И если они решат, что мы будем помогать Тайваню, если они подумают, что мы вмешаемся, чтобы защитить этот остров в случае конфликта, тогда мы будем в состоянии войны с Китаем по вышеуказанным причинам. И мы не готовы к этому. Наши силы рассредоточены, у нас нет логистической инфраструктуры. И по правде сказать, есть старая поговорка, которую нужно помнить. Форд кораблю не по зубам. Вам придется атаковать Китай с моря. Так мы не победим. Китай поглотит все, что мы на него обрушим. И китайцы с удовольствием подождут, позволят нам преодолеть тысячи миль и затем потопят нас. Это же... я... я не знаю, почему все ТВ-шоу не освещают это прямо сейчас. Кажется, я не видел ничего безумнее за всю свою жизнь. У вас есть какие-либо предположения, почему администрация Байдена этого хочет? Ну, администрация Байдена и его предшественники относились ко всему, что последние 15 лет говорила Россия касательно Украины с откровенным презрением. Они повторяют процесс. Мы видим, как хорошо это сработало на Украине. Русские всегда говорили серьезно. Сотни тысяч жизней отнял этот конфликт на Украине, который мы должны были быстро остановить. Теперь мы провоцируем китайцев в вопросе, который, по крайней мере, так же стратегически важен для них. В это трудно поверить. Полковник, всегда ценю ваше мнение. Спасибо. Нет проблем. Продолжение следует...